Кстати, обычно лучше, конечно, монету размещать таким образом, чтобы она с двух сторон обрабатывалась, ну, либо просто-напросто переворачивать, используя вот такой пинцет через какое-то время. Как, собственно, с помощью средства для чистки монеты, с помощью чистки монетку можно привести в порядок? Привет всем, друзья! Спасибо, что смотрите мой канал, ставите лайки и пишите комментарии. Это поддерживает мой проект. В этом видео я расскажу вам про чистку монет. Вот такой вот интересный сундучок. Я покупал его в одном из видео на барахолке в Киеве. А что же в нем? В нем старинные монеты. И, конечно, любые монеты, которые могут находиться в земле, как клады или просто были как потерянные, нужно как-то чистить, нужно доводить их до состояния того, что можно было бы их положить в коллекцию. Конечно, чистка это всегда очень индивидуальный подход к монетам, потому что разные загрязнения отмываются по-разному. Есть металл, которые... разные средства рассчитаны под разный металл. Есть средства под чистку серебра, по чистку латуни, меди. И сегодня, так как тема моя это монеты Украины, редкие монеты Украины, мы почистим несколько монет, которые у меня есть. Специально для этого видео я выбрал с разными такими вот загрязнениями. Посмотрим. Вот эта монетка, возможно, попала в огонь. Вот такой способ, вот такая грязь у нее. Есть монетки просто, которые были в обороте и просто грязные. Их тоже можно очистить, потому что фактически ничего не видно на этой монете. Какая разновидность, год и так далее. Есть монетки 96-го года, которые, с одной стороны, в очень приятном состоянии, с другой стороны, есть какие-то пятна. И вот все это мы сделаем в этом видео. Я купил специальное средство, вот только оно ко мне пришло. Средство для чистки монет от компании Виолити. Средство для латунных монет. Давайте посмотрим, как оно выглядит. Вот так оно, собственно, упаковано. Так, что у нас есть в упаковке? Собственно, средство пришло. Ага, и вот такая вот открыточка с... Что тут у нас внутри? Может, инструкция какая-то? Ну, вроде нет, просто открыточка от Виолити, как вы видите. Смотрите, это средство довольно большой у него объем. Давайте посмотрим. 250 миллилитров. В принципе, довольно большой. Выглядит, кстати, довольно стильно и красиво. Оно для монет из латуни и для медных монет. Значит, как указано на этикетке, формат у нас нужно помыть сначала монету. Ну, конечно, если монета из земли, например, на ней грязь, земля, сразу нет смысла ее в этот раствор окунать. И чаще всего эти средства используются, ну, несколько раз. То есть вы их используете, используете, используете. И потом, только через время, можете эти средства менять. Вот, например, у меня, я довольно давно покупал вот такие средства, и уже они не дают того результата. Пользоваться средством очень просто. Промойте монету, почистите щеточкой, опустите ее в раствор на несколько минут, затем сполосните в чистой воде и протрите насухо. Продолжительность процедуры зависит от степени загрязнения монеты. Из латуни мы вот такие монетки будем чистить. Единственное, что я бы добавил к такому средству, при покупке этого средства, нужно купить какую-то себе отдельную ванночку, куда можно его наливать, потому что... Давайте посмотрим, как оно тут запаковано здесь. Но ведь, ага, здесь его можно прям вот так наливать. Какую-то ванночку, куда оно будет заливаться. Интересно, а потом обратно. Но потом, собственно, обратно я бы назад его тоже заливал. Потому что средства обычно многоразовые, да? Так, значит, что еще? Какие монетки? Вот так выглядит, собственно, упаковка. Значит, видите, термин предатности не обмеженный. Вообще супер. Что у нас здесь? Какую монетку выбрать для очистки? Можем что-то попроще. Можем выбрать какие-то более интересные монеты. Давайте вот эту монетку в копейку почистим, как мы видим здесь, на ней вот такая вот патина плюс зеленца. Что-то можно более прям пожестче взять. Вот гляньте, вот интересно, как такое состояние монеты поменяется или нет. Давайте что-то выберем для нашего эксперимента. Так, видите, монет, собственно, очень много. Я пытаюсь выбрать что-нибудь такое, чтобы прям показательно было интересно посмотреть, как отмоется ли или не отмоется эта монета. Ну, я думаю, в принципе, достаточно, да? Вот еще и деньга. На самом деле, я рекомендую изучить эту тему в плане никогда не чистить чем-то агрессивным. То есть, сильно тереть монеты какими-то такими повреждающими моментами я бы не делал. Нет, этого нет, я думаю, даже смысла нет сейчас пробовать. Попробуем вот с этими монетками и посмотрим на результат, как поменяется состояние у нас этой монеты. Ссылочку, кстати, на это средство я оставлю в описании, да? То есть, что вы можете перейти посмотреть по стоимости, перейти посмотреть, какие еще другие средства есть для чистки, как мы будем, собственно, чистить. То есть, первый этап мы сначала помоем монетки с мылом, точнее, в мыльной воде. Уберем просто вот эту грязь, которая здесь есть. То есть, просто смоем грязь, посмотрим, что, собственно, останется. Вот здесь, видите, монетка даже в штемпельном блеске, посмотрим, останется ли блеск или блеск полностью уйдет, да? Дальше. Вот, помоем сначала в мыльном растворе, протрем и потом будем окунать на 3-5 минут это средство. Я думаю, можно взять какую-то небольшую посудинку, может быть, вот такая подойдет крышечка, для, собственно, чистки данных монет. Ну что, поехали? То есть, одним из подготовительных этапов чистки монет это может быть как конкретно убирание вот этой вот грязи. Кстати, еще классный способ, это замочить монеты в растворе, в мыльном растворе оставить на сутки. Вот если грязь прям сильно такая серьезная. Вот что-то подобное, ну, я бы не оставлял в растворах. В принципе, нет такой необходимости, хотя тоже можно. Как этот раствор делается? Берется обычное хозяйственное мыло и в какую-то емкость с водой начищается вот таким вот образом мыло и оно там, соответственно, растворяется через какое-то время и образуется такой вот мыльный-мыльный-мыльный раствор. В принципе, это довольно интересный способ и довольно часто использовался для чистки монет. Но я бы рекомендовал подробно изучить, какая монета, какая на ней грязь, что нужно. И вот мыло у нас растворяется и потихоньку-потихоньку монета очищается. То есть можно даже, в принципе, сейчас каким-то образом вот такие монетки чистить. Но смотрите, это однозначно, однозначно, это такая чистка может повредить саму монету. То есть и более профессиональные, какие-то более дорогие монеты нужно конкретно уже изучать подробно, на какой формат чистки или отдавать экспертам, которые этим занимаются десятилетиями по чистке монет. Если монетка вы для себя делаете, она не сильно дорогая, я бы пользовался такими способами. То есть мы сначала отмываем, соответственно, монету, можем ее даже какое-то время оставить, откисать. И потом в проточной воде можно... Вот это мы сейчас все размешиваем и смываем просто остаточную грязь с монетой, которая есть. Хотя она за те годы, которые монетка полежала в земле, конечно, видно, что грязь сильно въелась, и отмыть довольно проблематично. Довольно проблематично. Поэтому химические средства, собственно, используются, чтобы как-то монетку приводить в состояние. Ну, помните, что еще патина, она скрывает какие-то дефекты монеты. Что если вы уберете, например, вот эту грязь, патину, то вы, возможно, увидите какие-то минусы в таких царских монетах. В монетах Украины, в принципе, если вы видите, что монета в штемпельном блеске, лучше, конечно, ее не мыть, но некоторые люди не хотят к себе в коллекцию монеты с грязью. Поэтому вы должны понимать, для чего вы делаете. Если монетка будет у вас в коллекции, вы не планируете ее продавать, можете попробовать, скажем так, поэкспериментировать с этой монетой. Давайте посмотрим, как у нас. Вот видите, монетка эта потихоньку. В целом монетке я бы не рекомендовал как-то тереть, еще что-то. Ну, в качестве эксперимента, вот видите, я это делаю, чтобы посмотреть, какой будет результат. Уйдет ли, например, с этой монеты штемпельный блеск или он останется. Видите, и могут проявляться какие-то монеты на монете, непосредственно какие-то ударчики. То есть это очень-очень интересно. Итак, у нас получается здесь, в этом мыльном растворе, медные деньги. Вот можно вот такой вот щеточкой, она очень-очень тонкая, смотрите, коротенькая. Вот, попробовать отмыть только грязь, без каких-то сильных нажимов. Ну, в принципе, как я вижу, что грязь не смывается, потому что она очень-очень долго въедалась. Вот эта вот коррозия, можно сказать, и отмыть будет очень сложно. Вот интересно, как монета поведет себя с воздействием, собственно, средства. Ну, задача вот такая, легко убрать ту грязь, которая могла быть на монете, и все. Это что касается монет медных. Давайте сейчас еще одну покажу монетку. Вот у нас очень легкое такое взаимодействие. Вот, я знаю, что некоторые там и латунными щетками чистят, а они действительно могут прям снимать шар прямо монеты. Ну, наша, значит, немножко другая. Вот, Каспо по нашим гривнам, по, извините, латунным монеткам, что мы видим. Монетка пока еще не очистилась, грязь какая-то есть, но уже, уже, уже лучше выглядит. Вот, смотрите. И вот тоже мы очистим. Но такое взаимодействие может убрать действительно ваш темпельный блеск, поэтому я там не рекомендую вот так тереть монеты прям сильно, сильно попробовать как-то их взаимодействовать. Но здесь в качестве эксперимента специально для вас я показываю. Вот у нас. Итак, друзья, давайте посмотрим, что у нас получилось после минимальной мойки и мыльным раствором. То есть мы видим, что грязи как таковой нет, но осталось, есть патина, и в целом, ну, монетка так не блестит. Это обычная гривна, что с остатками штемпельного блеска, с и пятнами. То есть мы видим, что есть штемпельный блеск, но вот такие вот пятна ржавчины вот здесь вот, к сожалению, не очень. Посмотрим, как монетка отреагирует. Мы, видите, складываем. Ай, вот эта монета, конечно, вообще не отмылась. Тут еще у нас мыло осталось. Ну, короче, с такой монетой очень сложно что-то делать. К сожалению, это загрязнение просто супер такое себе. Пока даже не будем ее отдельно замочим, отдельно замочим в растворе. И вот тут грязь с 96-й у нас убралась частично, но все равно мы видим маленькие такие коррозии и так далее, частички грязи здесь. Нужно замачивать гораздо больше по времени, например, на сутки, чтобы эта грязь разъелась. Это касательно наших монет из латуни. Что по меди сказать? Грязь убралась у нас основная, но осталась, собственно, такая зеленая патина. Я буду монетки размещать в разные боксы, потому что разные металлы, и чтобы не было каких-то проблем с тем, что монетки ухудшатся, скажем так. Кстати, обычно лучше, конечно, монету размещать таким образом, чтобы она с двух сторон обрабатывалась, ну, либо просто-напросто переворачивать, используя вот такой пинцет через какое-то время. 3-5 минут рекомендуют непосредственно у нас здесь. Тут даже меньше 1-2 минуты. Ну, посмотрим, посмотрим. А вот 3-5 минут у нас рекомендуется на размещение монет. Давайте попробовать заливать. Однозначно вам нужно будет раздобыть вот какие-нибудь крышечки или баночки, куда вы будете размещать ваше средство. Посмотрим, как оно заливается. Ну, вот, собственно, мы видим, пошло само средство. Оно такое светленькое. Но я думаю, это поменяется, потому что даже мутный такой формат. Сейчас я чувствую такой довольно резкий запах, кстати. Такой химический. Вот мы, собственно, добавили наше средство. Так, я буду оставлять его. Сейчас покажу, какой цвет, вот, средство для латуни приобрело после использования. Вот видите, вот такое средство. Оно уже потом потемнело. Видно вся патина, вся грязь, собственно, в этой жидкости. Итак, ну что ж, оставляем на 5 минут. И посмотрим, потом переверну, посмотрим, как с другой стороны оно обработается. Итак, мы видим, как у нас поменялись монетки. Давайте посмотрим. Вот у нас первая монета. И вот обратная сторона. Интересно, гляньте, как. У нас патина начала отображаться. Надеюсь, она сойдет. Не патина, а вот эти вот коррозии, коррозии. Сейчас перевернем, посмотрим. То есть с этой стороны прям все супер. Можете еще щеточкой почистить. Вот. Мы видим первую монетку. Это которая со штемпельным блеском у нас. Давайте перевернем на другую сторону. 10 копеек, посмотрите, не узнать. Прям грязь, грязь сошла. Можно еще попробовать. Щеточка убрать. Давайте. Очень удобно, конечно. Но еще, я думаю, можно поработать. Эту монету подержать какое-то время. С другой стороны, видите, грязь как отображается. Давайте перевернем. Все равно перевернем. Подержим еще какое-то время. Эта монета. Что у нас тут? Ну, мы не видим прям какой-то такой супер реакции. Думаю, нужно по времени больше дать. Как вам со стороны? И вот, перевернем ее. Что по медным монеткам? Как-то вода даже не потемнела. Не вода, а средство. Средство даже не поменяло свой цвет. Вот, у нас мы видим промежуточные варианты, что монета у нас. Собственно, вот так выглядит. Сейчас перевернем. Ну, сложно сейчас сказать что-то прямо сейчас. Давайте я еще на время оставлю. И хотя Витя, да, Витя, начало сходить, видимо, зелень. И начал меняться все-таки цвет жидкости. Ну что, еще оставляем. Пускай еще побудут в этом средстве. Но главное не передержать. Видите, здесь уже какое-то непонятное. Непонятно, это было или нет. Видите, тут более-более сложное загрязнение, которое, наверное, вымыть просто средством не получится без механической чистки. То есть нужно четко понимать, насколько оно счищается средством или насколько нужно его уже чистить каким-то серьезным способом механическим. Давайте оставим его еще покиснуть. А здесь у нас, смотрите, какой интересный реакция. Видите, пошла реакция сбоку. Ну, все, что было непосредственно с... С этой ржавчиной и патиной. Ну, еще есть, еще есть. Я вижу, что не уходит. Давайте оставим еще. Итак, ребята, значит, что я сделал. Во-первых, я сделал вот такой вот растворчик мыльный. И там откисали где-то у меня два часа монеты медные. Медные и латунные. После чего я промыл эти монеты и залил вот этим вот средством для чистки монет. Для латуни, меди, виолити. У нас результат чистки приблизительно вот такой вот. То есть это полностью монетка, которая без механических чисток после средства. Вот так вот она выглядит. Но я видел обзоры в ютубе, что мыло убирает грязь, какие-то вещи. Вот такие средства бывают, убирают. Убирают тоже определенные, уже углубленные какие-то там наросты. Но более серьезные, к сожалению, нет. После чего я вот такую взял губочку и решил с этими монетами немножко поработать. Самую малость, чтобы как-то осветлить. Ну, было интересно показать, как оно и бывает. Вот такая губка, видите, даже немножко осталась от меди. Я прошелся. И монета, видите, как у нас родной металл, скажем так, остался. Хотя посмотреть на вот такие проблемные участки, мне кажется, довольно сложно вывести. Ну, нужно долго заниматься монетой. Вот это результат уже с губкой, с мылом и вот таким вот средством. Вот еще результат у нас. Здесь, смотрите, тоже было у нас сначала мыло, потом у нас средство. И потом еще немножечко губкой прошелся. Вот это более жесткая сторона. Вообще, конечно, монеты я не рекомендую ничем тереть, потому что можно повредить. Но в данном случае монету уже сложно спасти, потому что она в таком состоянии, видите, не очень. Вот. То есть, что мы видим? Ну, после средства, вот некоторые монеты, которые я никак и дальше не тер, не это. Вот здесь только было средство. Вы видите, вот такое состояние. Еще немножко зелени осталось. Ну, и я держал не 3-5 минут, наверное, минут 10 я наставлял. Касательно по монетам украинной латуни. Вот, смотрите, вот гривна, которая была без штеймельного блеска, она у нас немножко осталась грязной. Я ее не оттирал ни мылом дополнительно. То есть, она была, кстати, в мыльном растворе, но не сильно это помогло. Некоторые люди берут еще зубной пастой, натирают, чтобы она прям блестела-блестела. Вот, вот сейчас я решил немножко еще поработать по этому методу. Значит, с помощью вот этого мыла, которое, гляньте, как приобрело, я загрузил еще партию монет. Сейчас я вам покажу, как они выглядят. И также зальем средств, только посмотрим, как средства по взаимодействию в течение заявленных 5 минут. И сейчас увидите. Давайте посмотрим, смотрите, мыльный раствор. Вот здесь я оставлял на сутки уже другие монеты. Здесь вот проблемные зоны. Две копейки у нас. Прям с зеленью копейка. И вот еще две копейки. Давайте сейчас их все погрузим в наше средство. Итак, ну что, давайте пробовать добавлять у нас монетки. Посмотрим, в каком состоянии они будут после, собственно, такого вот раствора средства. Здесь, кстати, можно назад его залить, крышечку открыть и назад его давать. Итак, ну что, добавляем и засекаем 5 минут. Или давайте две с половиной и потом перевернем на другую сторону. Ну что, после, значит, средства, как мы видим, какой-то грязи, то есть мы не наблюдаем. Вот здесь такая ровная патина осталась. Вот эти две копейки. Здесь у нас чуть-чуть коррозия. Так себе выглядит монетка. Дальше у нас вот две копейки. Тут, видите, уже начали проблески металла появляться. Можно ее, например, попробовать почистить вот такой губочкой. То есть, посмотреть, что получится. Да, видите, оставляю слизды. Ну вот, ну если есть желание довести до цвета, прям меди. Так, следующее, которое было с зеленцой, гляньте. Вот так получилось. Зелень тут осталась. Тут уже начал металл показываться. Так, ну можно еще поработать. Вот две копейки. Давайте попробуем... Ну какой гурт здесь? То есть, попробую чем-то, например, губкой попробовать потереть. Посмотрим, как оно будет в другом, после обработки, чем-то более агрессивным. Ну, короче, вот потер я губкой эти две копейки. Смотрите, как получилось. То есть, металл начал появляться. В принципе, довольно высокий рисунок. Сзади, гляньте, тоже рисунок высокий. Но с монетой реально нужно разбираться еще более несколькими способами ее чистить. Вы сами, в любом случае, выбираете, в каком формате вам оставлять монету. Например, с патиной и без каких-то вмешательств. Да, вот так это приблизительно выглядит. Или как-то ее начинать чистить. Лично мне, так как я собираю больше монеты Украины, это не моя тема. Напишите в комментариях, как вы думаете, в каком формате лучше оставлять монету. Стоит ли ее вот так вот вычищать, чтобы она прям была как новенькая, что ли. Ну, либо оставлять ее в таком формате. Или некоторые очищают ее, а потом наносят отдельно ищу патину. Что думаете, напишите, пожалуйста, в комментариях. И что с детской монеткой. Может, как-то их разыграть. Напишите также в комментариях. Вот видите, как гурты, собственно, выглядят после этих разных способов очистки. В любом случае, вот даже вот до такой степени можно доводить монету. Вот, ну тут рисунок уже как бы и в тонком-то не виден. Вот, особенно здесь очень много коррозии. Ну, довольно интересно. И данное видео я снимал только для того, чтобы показать вам, что бывает от разных вариантов вот такой вот чистки. Хочу вам показать еще несколько монет, которые, собственно, скопом я и брал. И показать монеты, которые я вообще не чистил. И как, собственно, с помощью средства для чистки монеты, с помощью чистки монетку можно привести в порядок. Результат зависит от состояния монеты на до чистки. Но технически, используя вот такие вот средства, используя мыло, используя обычную зубную щетку, можно привести монетку в более-менее хорошее состояние. Конечно, это монеты, которые были найдены в земле. Они не хранились в коллекциях где-то и так далее. То есть у них состояние, понятное дело, как вы видите, такое очень испорченное, с землей, с коррозией. Но визуально мы понимаем, что вот такие средства нам нужны для того, чтобы как-то избавляться от земли и более-менее приводить монетку в такое состояние, когда ее можно положить к себе в папочку, в такой вот альбом, чтобы не пачкать его грязью и так далее. Вот смотрите, вот фактически с такого состояния можно монетку превратить вот в такое состояние. Вот. И, например, здесь только-только чистка средств там была, без какой-то механической. Видим, что цвет монета не поменяла. Вот. И осталась в том, приблизительно в том цвете, каком она и была. Так что делайте выводы, как вам с такими средствами для чистки монет, что думаете. По монетам Украины я скажу, что нужно больше времени однозначно замачивать эти монетки, чтобы взаимодействие произошло. Некоторые, я говорю, чистят их и зубными пастами, но это только дает дополнительный блеск монете. Но, скажем так, родная, к сожалению, родной штемпельный блеск уходит. При чистке монет дополнительно механически родной блеск уходит. Но еще важно смотреть, какое загрязнение, чем оно вызвано. Вот. Некоторые монеты вообще смысла нет чистить, если монета дешевая, например, вот эта вот и неинтересная. Просто на нее не тратят ни время, ни свои силы для чистки монет. Друзья, спасибо всем, кто посмотрел этот длинный ролик. Надеюсь, эксперимент был вам полезен. Вы узнали что-то из него новое. Как видите, вот так вот монеты могут выглядеть после уже чистки средствами и мылом. И до нового видео. Всем пока!